Всем привет! Меня зовут Наталья. Вы у меня на канале. Канал Мы по Рокодилию. Сегодня будет видео посвящено вязанию. Я покажу покупки, покажу готовую работу, носки в процессе. Покупки это и пряжи и спицы. Начну я с детского джемпера. Начало его я показывала в прошлом видео. Он у меня подрос. Вот так. Я закрыла уже низ, но перед тем как закрывать, я прямо вместе со спицами постирала. Постирала это громко сказано. Намочила и высушила. Зачем я так делаю? Значит пряжа это бобиная. 50 на 50 меринос и акрил. И я вот уже в курсе, что акрил он растягивается. Это и Ализелана Голд он растягивается. Много где он растягивается. Я решила, что я сразу постираю и пойму насколько он растягивается. Причем, когда вы вяжете, когда я вяжу образец, он образец, он не информативный в этом плане. Потому что вытягивается пряжа в большей степени из-за тяжести изделия. Хотя здесь нитка очень тонкая. Здесь 466 метров на 100 грамм. Я вяжу спицами 325. Изделие легкое. Здесь нет еще и 200 грамм. Но изделие действительно потянулось. То есть, я сделала абсолютно правильно. Перед тем как перейти на резинку, я постирала и поняла, что я сделала правильно. Потому что после этого я сразу сделала вот изнаночный ряд и пошла у меня резинка. Я еще не решила, как я буду закрывать. Хотела я вообще-то иглой, но я попробовала что-то мне как-то по... То я сильно легко закрываю, то я сильно туго закрываю. Как-то я никак не смогла определиться. Поэтому я закрыла обычным способом. Перейду на рукава. Посмотрю, как я закрою рукава. Кстати, на рукавах я люблю, когда это фиксированное закрытие. То есть, не растягивающееся, не эластичное. Такое более, более жесткое. Поэтому там я, скорее всего, закрою иголкой туго, как у меня получается. А вот с низом я еще как бы подумаю. Очень приятная нить. И вот после стирки это, конечно, бобильная пряжа. И для того, чтобы пропитку выстирать одного такого полоска не маловато. Но она еще более мягче становится после стирки. В общем, я думаю, для детских изделий это пряжа то, что нужно. Ну и, кстати, вот по поводу горловины. Ничего у меня здесь не расплылось как раз после стирки. Просто пошло все в длину. Нашла я детскую вешалку себе. Хотя у меня дети со не живут. Померить мне как бы ни на кого. Я уже говорила в прошлом видео, что я ориентируюсь в таком случае на описание для детей. Просто выбираю возраст, на который я вяжу. И ориентируюсь в описании. Там есть чертеж, сколько мне в длину надо провязать, сколько должно быть в ширину. У меня тут все четко попадает. Вот. У меня, правда, есть еще такой рояль в кустах. Это детские вещи, с которых дети уже выросли. И я могу к ним прикладывать. Тоже таким образом ориентироваться. И пока тут у меня все складывается, значит, на 9 лет. Вот так. И теперь перейдем к столу. Для того, чтобы показывать покупки и носки, я думаю, там будет просто это делать удобнее. Мне, кстати, будет интересно, делаете ли вы так? То есть стираете ли вы перед тем, как вот закрыть, определиться с длиной? Ну, если для вас пряжа незнакомая, то почему бы нет? Потому что, когда я вязала на колд, у меня там очень сильно растянулось. Это если бесшовное вязание. А вот как раз, когда шивное изделие, оказывается, там пряжа себя ведет просто замечательно. Можно не рассчитывать даже на то, что у тебя там на 2-3 сантиметра растянется. Если это швы, четко меряйте. И так у тебя и останутся. Если бесшовное изделие, это всегда такой вопрос. Как вот пойдет? Вот у меня действительно она растянулась. Я понимаю, что я сделала правильно. Я не замечала таких нюансов с полиакрилом или с полиамидом. А вот с акрилом я поняла, что это вот хороший способ понять, где нужно остановиться. Покажу сначала спицы. Значит, купила я спицы Knit Pro Basic или Basic. В общем, что-то базовое. Это деревянные спицы. Это материал береза. Значит, это несъемные спицы. Вот я купила размер 2,75 и 3. 40 сантиметров. Маленькие. Потому что, ну это мне, мне их не хватало. У меня есть, допустим, спицы номер 3. 40 сантиметров. Но они мне очень неудобны. Потому что там они несъемные. Ну, дело не в том, что они несъемные. А в том, что вот эта часть там очень коротенькая. Мне неудобно вязать. Почему, собственно, я обратила внимание именно на эти спицы. Потому что я покупала разъемные спицы такие. Тоже вот этот базик. Значит, я покупала 3,25. Мне не оказались, ну, очень удобные. Это самая удачная покупка. И они, при том, что Knit Pro грешит все-таки какими-то браками. Ну, брак есть. Вот я покупала и симфония. И отдавала много брака. В этих никакого брака нет. Мало того, они мне очень нравятся. И вот в последнее время они мне самые ходовые. Очень-очень они удобные. Ну, размер просто ходовой. Но у меня к ним нет никаких претензий. Я с удовольствием ими вяжу. Причем разная пряжа. Хорошо скользит. Вот эти кончики отличные. Соединения отличные. Все мне нравится. Поэтому, собственно, я и купила вот тот же самый базик. Но это я уже купила носочные спицы. Единственное, что мне казалось, я хотела купить укороченные. Не 20 сантиметров, а 15. Видимо, я что-то промахнулась. И, ну, ничего. Это тоже спицы 3,25. Вот оказалось, что очень такой хороший размер. Вроде как 3 маловатые. 3,5 великоватые. Вот 3,25 как-то очень удачный. Ну, и вот эти вот малышки. Я уже все пощупала. Они тоже без всяких, без какого-то брака. В отличие, вот я уже покупала Книгпро. Я отдала и металлические, которые кубик из-за брака. И симфонию из-за брака. И еще какие-то очень такие роял. Тоже из-за брака я вернула. То есть очень много браков Книгпро. И здесь я, конечно, тоже рискнула. Я покупала в постоянно обстреливанном Харькове. Мне привезли оттуда, получается, посылка пришла. Харьков работает. Ссылку на магазин оставлю. У них сейчас там скидки даже неплохие. По крайней мере, как-то все дорожает, понятное дело. Вот и пряжа, и спицы. Но вот тут как-то вот появились скидки на спицы. Я решила воспользоваться. Я бы купила, возможно, и больше, ну и другие номера какие-то. Но пока остановилась на этих, потому что я знаю, что этими я точно... Точно они мне нужны, и я ими буду пользоваться. Точно так же, как 3,25 размер. Вот, я купила 2,75. Потому что тоже вот как-то понравился мне этот размер в спицах носочных. Вот иногда 3,5 тонковатые. Тройка уже толстая. Вот 2,75 то, что надо. Тем более, что я вяжу очень туго. И вот 2,5 бывает, что это как-то... То есть, я еще и плюс туго вяжу. И сильно, сильно плотно бывает. Вот, поэтому докупила именно такой номер. Так, убираю и покажу теперь пряжу. Купила носочная пряжа. Ну, вернее, как она здесь написано, что это носочная пряжа. То есть, вот написано, что это носочная пряжа. Вот, 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 сейчас. Ну, так, чтобы... Вот, носочная пряжа написана, видите? Ну, и состав, да? Меринос 75%, 25% полиамида. Это цвет деним blue. И действительно он красивый такой цвет. Вот джинс такой красивый. Красивый джинс. Так он лучше видно. И вот такой изумрудный. Я уже этикетку, правда, тут сняла. Этикетку сняла. 420 метров на 100 грамм. Вроде как, все действительно похоже на носочную пряжу. Значит, ну, единственное, что меня смущает, что это мериносовая шельсть. Ну, вот, я не знаю, насколько она будет носиться. Но в инстаграме, например, спрашивала. В инстаграме ответы были разные. Кто чем вязал, в зависимости видно от производителя, от именно выделки этой пряжи или как. Но, в общем, кто-то говорит, что не очень повезло, потому что быстро протерлись. Другие говорят, что хорошо. Но в бобильной пряже тут такое дело. Я так понимаю, как повезет. Это опять-таки итальянский сток. Поэтому, еще что меня смутило, тут написано носочная пряжа. Но, когда я пришла, посмотрела уже в интернете, то есть на сайте дома, то там было написано не носочная пряжа на сайте, а нежная пряжа. Я вам хочу сказать, она не колючая, но она суховата. То есть, вот у меня вроде как она не колючая. Я еще думаю, может быть, мне шапку связать. Но вот когда на ощупь, я понимаю, что она суховата. Я уже вяжу носок, то есть свяжу пару, я постираю. Я выполощу хорошенько пропитку, которая всегда есть в бобильной пряже. И я тогда пойму, можно ли из нее вязать шапку. Потому что, в принципе, очень хороший состав. Красивые цвета. То, что она называет ее носочной, я думаю, что, возможно, в этом случае она меньше будет катышек в ней. Вот такого вот всего. И почему бы не связать на шапку? Очень мне понравились эти цвета. Причем они хороши будут как для мужских изделий, так и для женских. Такие универсальные. Есть тут небольшой такой пушок. Вот просто, просто очень небольшой. Я думаю, что после стирки он выпустится. Значит, сейчас я покажу носки, которые я вяжу этой пряжей. Там были другие цвета. Я оставлю ссылку на эту пряжу. Возможно, кому-то будет это интересно. Единственное, что светлые цвета там уже разобрали. Разбирает хорошо эту пряжу. Да, еще попутно я, конечно, купила еще и Лизе комфортсок. Это цвет. Так, так, так. Где-то тут должен быть цвет. Вот он. Это цвет 432. Вот 432. Красивый такой голубой. Он не яркий. Такой приглушенный. Приглушенный и нежный. В общем, красивый цвет. Не навязчивый такой. Не вырви глаз. Очень красивый цвет. У Лизе палитра немножко расширяется. Такие есть приятные цвета. Значит, и покажу из вот этой бобинной пряжи. Что я вяжу? Я вяжу вот такой носок. Узором. То есть у меня пошла резинка. По сути, это один на один резинка. Но вот с таким переходом. То есть идет одна скрещенная лицевая, изнаночная. Из трех петель косичка. Лицевая, изнаночная, лицевая. То есть резинка должна быть кратно четырем. Почему четырем? Шести. Резинка должна быть кратно шести. И тогда я уже перехожу вот по, как это сказать, по тыльной стороне. По пятке у меня все еще идет резинка. А также по переду я оставила по одной такой дорожке. Все остальное у меня уже пошла лицевая гладь. И здесь я сократила петли уже. То есть я на резинку набирала шестьдесят шесть петель. Дальше мне две петли уже не нужны. Можно убрать. Я их и убрала. И вот дальше вяжу. Здесь у меня пошла пятка стронг. Значит, что я сделала. Центральная вот эта косичка, которая у меня получилась. Три петли. Я провязала в одном ряду все петли лицевые уже не скрещены. И в следующем ряду от крайних лицевых петель стала делать прибавки. То есть прибавляю в каждом втором ряду по петле с одной стороны и с другой стороны. Ну и дальше, как обычно, пятка стронг. Меня спрашивали, как это сидит на ноге. Ну вот так вот пяточка. Вы же не думайте, что оно прям тут каким-то торчит. Нет, по пятке все расходится. Сидит как обычная пятка. Вот так. Ну не прям вот так. Вот так сидит. Вот как пятка идет. Вот так вот она. Она расходится себе. Вот таким образом. Да, все. Вот такой узор. Значит, как скрещивать вот этот узор я оставлю внизу в описании под видео. И на другие узоры заходите в плейлист узоры и полезности. Я оставляю там разные узоры, в том числе специально для носков. Вот, то есть пока не то, что специально для носков, а показывая очень часто узоры как раз на носках. И в этом в том числе можете посмотреть, как это выглядит. Это такой элемент очень удобный. Его можно включать куда угодно в носок. Да. И полосками можно продолжать. Или вот так вот, как я по пятке. Тут тоже можно было оставить. Допустим, уже идти где-то лицевая гладь. Оставить только одну вот тут косичку. Ну, вот я решила так. Дальше у меня пойдут просто ступня. То есть тут лицевые пойдут петли. И останется вот эта одна косичка идти до самого мыска. Вот так вот. Вот, допустим, нога. Вот по переду будет вот так это выглядит. И вот так красиво будет разъезжаться эта косичка. Тоже будет красиво смотреться. Ну, и вот там уже пошла пятка. Вот так. Так, и уже под конец покажу вам готовую работу. Это мои носки. Я их показывала в прошлом видео. Только начало. Вот с чего начинала. Тоже резинка. Такой вот. Резинку сделала манжет. Сделала интересной, красивой. С переходиками такими. Да. А дальше у меня пошла просто резинка. 5 на 1. Единственное, что я здесь тоже удаляла петли. Значит, тут у меня 5 на 1. А вот здесь у меня по спинке идет 4 на 1. Я убавляла 4 петли. Я себе разделила ту зону, где у меня пятка. И удалила столько петель, сколько мне нужно. У меня было 31 и 31 петли. Специально делала нечетное количество. Мне так удобно. Так получается по центру. То есть, одна центральная петля. При вязании пятки так удобно. Вот. И соответственно, мысок у меня тут был. То есть, у меня здесь 11 петель, не 12. Я сшивала. На носки, на мастер-классы оставлю ссылки на женские и мужские. В женском носке у меня там более подробно по мыску. И как сшивать. И как рассчитывать для того, чтобы он был плавный или резкий. И как вам там удобно будет. Здесь у меня не пятка стронг. Здесь у меня пятка французская. Резинка вот эта идет до самого конца. Вот. Ну и все. Больше, собственно, нечем рассказать. Ага. На каждый носок у меня пошло по 36 грамм. И это размер 40-41. Очень мне нравится вот такая история. Вот я себе тоже возьму на заметку. Значит, вот мужчины не всегда любят какие-то прямо узоры. Супер, супер какие-то сложные. Особенно косые эти. Но вот когда это вот так аккуратно идет. Даже шире можно было бы сделать. Вот как я делала. Сейчас, минуту. Вот так как я в этой зеленой. В этих зеленых носках. Вот можно было чуть-чуть еще и шире. То есть, вот так вот делать. И очень эффектно смотрится. Абсолютно хороший мужской вариант. Потому что, ну повторюсь, мужчины как-то не особо к узорам. Они больше смотрят на удобство. Исключение разве что составляет, наверное, жаккардовые узоры. Вот жаккард. Да, жаккард, мне кажется, мужчины больше любят, даже чем женщины. Ну, вот так. На узор этот также оставлю ссылку внизу. Если вас заинтересовал. Можете вязать и вставлять его. У меня были носки, которые тоже вот так вот связаны. Сначала резинка, а затем я выделила этот элемент. И вязала его до жаккардовой вставки. Тоже выглядело очень красиво и нарядно. Дорогие украинцы, хочу в первую очередь своим соотечественникам мы переживаем очень сложные, страшные события. Я надеюсь, что мое видео в первую очередь вам подарило какие-то минуты для того, чтобы отключиться от страшных известий, от взрывов. Ну, от всего того, от чего мы вот просто постоянно в таком стрессовой ситуации все время живем и уже очень долгое время. Я, конечно, не психолог, но я считаю, что психическое здоровье в тылу и на передовой оно важно для того, чтобы адекватно реагировать. Не только на какие-то события вокруг себя, но в том числе у нас есть близкие люди, которые не должны страдать от вот этой нервозности. Буду прощаться. Всего доброго. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok